Здравствуйте, туристы и милитаристы! Сегодня у нас кухонный тест ножа Hemnes Mr. Blade. Предоставлен он магазином Империя Ножей. 8% скидки на весь товар с кодом ARCHODYR. И если честно, это один из таких вот дообзорных тестов. То есть до того, как сделать обзор, я еще не делал этот нож обзор. Мне просто интересно, как поведут себя спуски, что там с заводской заточкой. То есть обычно я делаю первым делом обзор и после этого отправляю на кухонный тест. И после этого я отправляю на... Ну вот мне как бы больше не надо, три кусочка совершенно очень-очень мягко отрезал. И после этого я отправляю нож на улицу. Но иногда, буквально вот покрутить рука, открыв коробочку, мне как-то становится любопытно. Как раз тот самый случай, когда мне стало любопытно. Поэтому давайте сейчас поработаем им немножко, поймаем на него фокус. Ведь это же так не сложно с хорошей новой камерой. И... так. Что, у меня салфетки закончились? Придется поставить некий антиэкологичный пакетик. Вот мне один товарищ написал, убери пакетики. Вот хочется спросить, вот тебе реально, ну не пофиг ли пакетики здесь в кадре или не пакетики? Главное, вот он нож, вот картошка. Поехали. Ну что, довольно мощный ножара. Он мне так нравится именно габаритами клинка своего. Ну вот интересно. Сразу же спуски, заточка и покрытие. Как себя поведут на разных продуктах. Сразу скажу, что в конце теста у него будет довольно, скажем, задание повышенной сложности. Если он мне справится, я заранее вам говорю, это такой спойлер, то я просто скажу, да, ничего страшного, потому что нож не про это, нож не под это заточен. Но, если справится, то заслужит звание молодца. Ну вот, где-нибудь в командировке картошечку. Очень даже запросто он вам почистит. На самом деле, по картофелю хорошо идет душевно. А может быть, прям не бритвенно. Здесь, на самом деле, ребят, прям бритвенно, во-первых, с учетом специфики такой, именно такой, именно ножарская ножа, может быть, особо и не надо. А во-вторых, какое бы ни было замечательное, стойкое, прекрасное, антибликовое, черное вот это вот покрытие, на продуктах всегда покрытие сказывается. Ну, то есть, нет, нет ни одного кухонного теста, чтобы черное покрытие не влияло на работу по продуктам. Всегда влияет. С той или иной степенью, скажем, степенью влияния на продукт. Почему? Потому что, ну вот, например, самые залипучие, это, наверное, ОООПП, черное покрытие. Пока оно еще вот целое, там реально прям вот подлипает. Плюс, ну, бывают там какие-то редкие гости, не особо, просто ОООПП, это именно ножи, которые, ну, много их было. Бывают какие-то, приходят, вот, по-моему, если мне не изменяет память, у фоксов тоже довольно-таки прилипчивые спуски получаются за счет черного покрытия. Поэтому здесь с этим нет проблем. Но вот такой вот, знаете, вот скользоты тоже не наблюдается. Все равно, как ни крути, даже если это, там, я не знаю, самые разные варианты бывают, все равно это будет немножко, самую малость, но все равно влиять именно на такой вот проход. Но то, что нож острый, это чувствуется. Так вот, сегодня у нас тема ножевая и даже в каком-то смысле ножесрачная. Я сразу напоминаю всем, что у нас тут не пивная какая-нибудь, а клуб. Общаемся вежливо и посылаем друг друга учтиво и только на красивом, интеллигентном русском языке. Без каких-то именно переходов на личности. Бумажка. Все-таки. Резать бумажку или не резать? И в оппоненты сегодня приглашаю к себе двух замечательных людей. Это Виктор Миллер. Причем Виктор Миллер мне написал по поводу именно бумажки. Витя меня толкает на вот этот вот поручный путь разрезания бумажки после тестов. И он мне прям целую, он действительно, Виктор написал мне целый трактат о том, о плотности, о том, как там угол, не угол. Но это я как бы какие-то моменты, там угол, не угол, каждая бумага режется по-разному. Я это и так знал. То есть по большому счету. Но какие-то нюансы он, конечно, для меня действительно раскрыл, за что я ему очень благодарен. Если вы не против, я сейчас не буду это все перечислять. Почему? Потому что я от всей души прошу Виктора, прослушав вот этот тест, этот мой монолог. Ну вот, видите, бывает нормальная картошка в эстонских магазинах, а то туда пару-тройку ножей назад, просто такое говнище было. Просто мне было стыдно за страну, в которой я живу, за город, в котором я живу. Немножко подкалывает картофель при разрезании, чувствуется. Но здесь честных 4 мм точно есть, если не 4,5 мм по обуху. То есть, по большому счету, ну так режет задорно, и вот потом такой немножко так хрусток раздается. То есть, по большому счету, вот, особого именно раскалывания здесь нет. Именно такой звук идет подколол, скажем так. Так вот, я прошу Виктора, замечательного нашего умного Виктора, написать. Можно просто копипейстом то, что, видишь, ты мне написал. Ну, плюс со своими комментариями, плюс со своими именно вот... С учетом того, что я сейчас скажу, лук режет просто наипердипердознейшую. Нож попал в свою среду, никакого здесь крахмала, ничего не налипает. И вот оно, пожалуйста. Чувствуется, насколько мягко, насколько прям так хорошо идет. Но я повторюсь, самая у него будет задачка в самом-самом конце. Это мне интереснее всего будет. Идеальный размер, прозрачные кубики, уровень салата Оливье. То есть, Виктор Миллер за то, чтобы резать бумажку, он считает это серьезным показателем, считает, что это делать нужно. Второй мой оппонент, это Иван Дубов, знаменитый тестировщик, знаменитый бушкрафтер с именем, уже скажем так, у которого есть замечательный YouTube-канал. Он там тестирует свои ножи. Я могу сказать, что у Вани лучшие уличные тесты в русском ножевом YouTube. Как бы мне не хотелось бы намекнуть на то, что у меня тоже классные тесты. Нет, по факту Ваня офигительно тестирует ножи, топоры, мачете и все что угодно. И по продуктам, ну, как говорится, просто он больше лесной человек, чем кухонный. Вот я, например, больше кухонный человек, чем лесной. И даже если я попадаю в лес, то по странному стечению обстоятельств я попадаю в лесу на кухню, наверное, потому что я толстенький. Итак, бумага. С бумагой, на мой взгляд, все ясно. Для меня это нифига не показатель. Вот как есть, так и говорю, ребят. То есть, вы мне совершенно справедливо возразите, ну, как же так, Артур? Ведь ты сам, когда у тебя идет такой какой-то кураж, ты же сам берешь и режешь бумагу. Ну, после теста, после уличного теста, вот у нас было мачете, например, как же, дай бог памяти, джанго. Здоровенная, охрененная. Меня даже вот после джанго, меня даже начис Боуи так сильно не вставляет, как должен был бы быть. Почему? Потому что он тупо меньше. Все-таки джанго, это, конечно, какой-то олимпийский заплыв, прямо скажем так. Ну, так вот. И... Да, режу. Когда мы тестировали ножи на зарубе, да, если мне не изменяет память, Forge Brave была бумага у нас. И на зарубе... Ням-ням-ням. Турист-милитарист, тоже была бумага. И резали, причем там мы резали обычную принтерную бумагу. И по большому счету это самая леготня для любого ножа, потому что принтерную бумагу можно порезать с довольно-таки посредственной заводской заточкой. С такой, ну, совершенно не серьезной заводской заточкой, не острой заводской заточкой. Там единственный косяк, это чтобы не было заусенцев, и чтобы не было откровенных таких именно вот провалов кромки, в плане именно вот, чтобы не было, ну, разрывов. А так, офисная бумага, принтерная, она плотная. Правда, даже на ней можно обосраться. Вообще, начнем с другого. На любой бумаге, на совершенно... на бумаге любой совершенно плотности очень сильно зависит то, вот, когда вот разные тестировщики показывают рез бумаги, очень сильно зависит, во-первых, под каким углом вы режете. Вы режете не только вот под каким углом, скажем, в отношении бумаги, но и вот так, поверьте. То есть, очень много есть возможностей у тестировщика, во-первых, для спекуляций, для манипуляций вашим сознанием, дорогие зрители. Далеко у нас не все шарят в резе бумаги, поэтому, ох, посмотрите, так вот, знаете, так, с протягом, вот таким вот образом взял, под углом, и вот так вот, и порезал. Ну, я стараюсь более-менее, там, под 45 градусов, но опять же, то есть, первое, это возможности злоупотреблений. Второе, это возможность ошибки. Вот, в моем случае, как раз-таки, я не собираюсь вас обманывать, но я могу, действительно, например, вот после уличного теста, все, элементарно. Вот у меня сейчас в рюкзаке есть вот тот самый блокнотик, с которого я последнее время что-то пристрастился нарезать эти самые листочки. Вот в этом месте один раз было легкое подскальзывание, помидорка, на самом деле, такая уже полежавшая. Так, ну, давайте посмотрим. Вот то же самое, чуть-чуть, под прямым углом, но самую-самую малость. Так вот, прям, на качестве нарезки совершенно не сказалось, это именно вот по ощущениям, такая была легкая, легкий момент задумчивости. То есть, предположим, мы вводим новую дисциплину на канале Архадыр после каждого теста. Во-первых, если вы, вот, на мой взгляд, если вы, извиняюсь, я совершенно не готовился, поэтому у меня мысли прыгают справа налево. Если вы решили показать, если вы решили действительно, что бумага для вас является показателем, именно то, как она, именно то, как она режется ножом, то, во-первых, всегда нужно резать после буквально каждого ножа. Во-вторых, всегда нужно резать одну и ту же бумагу. То есть, я считаю, что даже разные газеты, это уже некорректно будет, если вы режете газеты. Опять же, вы меня простите, газетку можно порезать после, там, какой-нибудь, ну, хеработины. А если вы, как Ваня Дубов, сосну завалите, а потом будете резать газетку тонкую, то, поверьте мне, далеко не все ножи выдержат этот тест. И вот здесь вот моя личная претензия к этому тесту. Почему? Потому что, если нож только что завалил сосну, вы ему дали нагрузку, которая не должна быть в реальной жизни. Ну, это неправильно, это не целевое использование ножа. И, скажем так, после этого, если он не покромсал Ван газету, то обвинять его в том, что, знаете, у нас же проблема в чем? В том, что если нож не порезал бумагу, там, после каких-то сложных, действительно, нагрузок, после тестов, все равно, там, 70% аудитории скажут, говно вообще, пластилин. Кто такой бракодил, и руки им вырвать, и прочее, и прочее. Паплику прошел норм. Все-таки, сдается мне, что если паприка на самом деле была очень мягкая, что все-таки здесь дело именно было в самой помидорке как таковой. То есть, для того, чтобы это все стандартизировать, нужно закупать одну и ту же бумагу. Почему? Чтобы через, скажем, сотню-полторы ножей, которые прошли, ну, на канале, вот, по тестам, чтобы через сотню-полторы ножей это уже стало показателем. Я вам объясню, опять же, ребят, все очень просто. Вот, например, рез помидорки и маринованные паприки. Кто бы как ни ржал надо мной, лично для меня показатель. Потому что я уже, наверное, сотен-пять ножей пропустил. Ну, блин, это я, конечно, нанул. Сотни-три ножей точно я пропустил через один и тот же материал. Но при этом я вам говорю, помидоры нынче не такие вот, ну, я чувствую, мягкие они. Или паприка перетермиченная. Но все же, но все же, я могу делать какие-то выводы. И резать бумагу. Вот для чего я режу бумагу. Я режу бумагу в чистом виде для шоу-маст-гоуона. И восхищаюсь даже. Смотрите, после нагрузок он режет просто именно вот потому, что на меня в данный момент это какое-то, скажем, какое-то впечатление производит. Но по факту, потом подумав, я понимаю, что это неправильно. Неправильно почему? Потому что единичные ножи, разная бумага. Иногда я режу вот этот вот Глоковский замечательный блокнотик, которых у меня, кстати говоря, не осталось. И мне очень жалко, что я резал бумагу им, потому что блокнот на самом деле шикарный. Иногда я режу какой-то вот свой лесной блокнотик. В какие-то моменты, но опять же, если говорить обо мне лично, я газет не выписываю, ребят. Ну не выписываю я газет. Как говорил профессор Преображенский, не читайте советские газеты перед обедом. А если никаких нет, если других нет, тогда, значит, никаких не читайте. Ну вот я могу сказать, что по моцарелле уже молодцом, потому что, ну, на самом деле, все же... Знаете, самое прикольное моцарелло кухонником. Просто чих-чих-чих-чих-чих-чих. Ровные абсолютно кружочки. Но здесь, опять же, если мы рассмотрим какой-то командировочный вариант, совершенно не стыдно. По крайней мере, да, они, безусловно, идут вот не в одну линию. Они, конечно же, не идеально ровные, не как после кухонника, но для складного ножа очень даже неплохо. Блин, почему я палпеток сегодня не купил? Что за бред? Вот. То есть, нужно резать одну и ту же бумагу, нужно резать под одним и тем же углом, с одной и той же скоростью. В одном, сука, и том же настроении, чтобы это было, понимаете, филигранно, одно и то же, как вот, ну, механически. Почему? Потому что, опять же, перейдем сейчас не к ошибкам, а к манипуляциям. Если замечательный ножевой обзорщик или тестировщик захочет вас обмануть на бумаге и показать, ну, конечно, совершенно тупым ножом он вам не порежет ничего. Но, скажем, вытащить какой-то нож, который более-менее сохранил остроту кромки, можно. Засрать хороший тоже довольно несложно. Элементарно. Влияет даже то, ну, как ты, грубо говоря, вот как идет вот эта прокатка бумаги, ты вдоль или поперек режешь. Даже это влияет. И Витя, например, Миллер, он предлагает резать газету, ставить ее горбиком и обрезать ее вот так вот, просто именно горбик, просто вот срезать. Или как-то витиевато вот так вести. Возможно. Но точно не я. Почему? Я не вижу в этом никакого смысла. Ну, вот реально. Как бы, понимаете, это... Вот Ваня сказал, бумажка показывает то, что нож сохранил свою остроту. Ну, возможно. А на мой взгляд, бумажка, например, показывает то, что если я тестирую нож на своей полюбившейся мне норвежской березе, то, скорее всего, ему просто фартануло сегодня. И он не встретил вот этих вот ублюдочных сучков, которые реально, они как гвозди. Они прямо вот, ну, твердостью, как гвозди. Они реально просто, ну, ну, долбают ножи. И далеко не каждый нож, опять же, когда, если мы берем там тонкие, нетонкие, какие спуски. То есть, у нас, к сожалению, почему-то многие после бумаги, после того, режет нож бумагу или не режет, после этого у нас многие ребята... Блин, так широко уже мне не нужно. А так будет... Сейчас, секунду, у меня тут творческий момент. Заявляют, херовая сталь. Сталь, значит, пластилин и пятое-десятое. Но при этом никто не учитывает, какие спуски у ножа. Ну, под что нож, в принципе, заточен, под какую работу. Там ширину клинка, не ширину клинка. А о чем я говорю? О том, что если вы из одной и той же стали, абсолютно, вот из одного, грубо говоря, листа стали, откатаете, например, два ножа с прямыми спусками, там, например, на две трети, два ножа с прямыми спусками от обуха, и, например, там, вогнутые, и сильно вогнутые возьмете. И эти ножи оттестируете на абсолютно одинаковой, однородной, древесине, там, пятое-десятое, и так далее, и так далее. Они вам разный вес, в конце концов, по бумаге покажут. Покажут. Потому что на той же самой, если вы действительно будете всерьез ту же самую какую-то ветку или сосну мочить, там же, ребят, вы же понимаете, на деревяшке спуски тоже очень работают. И они или помогают ножу, или не совсем помогают, прямо скажем. Так, ну что, острый, острый, твердый. У нас сыр немножко подкрашивается, но нарезается довольно так без какого-то сильного усилия. Просто именно он сам по себе такой мега сухой у меня сегодня. Видите, ну, не соврать, просто именно вот подкрашивается. Так вот, опять же, еще раз извиняюсь за сумбур, я просто пытаюсь ничего не пропустить, ничего не упустить. И понимаю, что все равно разговор перейдет в комментарии. Вот мне интересно, сколько людей со мной согласятся, а сколько нет. То есть, если мы берем, опять же, вот я вам приведу другой пример. И это будет правильный пример. Вот со мной полностью согласен Йети из Владивостока, который считает, что тест на канате это не показатель. Ну, то есть, тест на абразиве не показатель, на канате, на валенке и так далее. Я с ним согласен. Почему? Потому что, если мы берем отдельно взятый тест на канате, именно отдельно взятый, то да, он показывает свойства Сталина именно при такой форме клинка. Хотя я могу сказать, что, конечно, тесты Руслана Ихьясова, я смотрю, с огромным удовольствием. Мне просто нравится, как человек профессионально делает свое дело. Но согласен я с Даником. Почему? Потому что, по факту, он правильно сказал мне, тут в одном приватном разговоре. Он говорит, ну что, я беру нож из какой-нибудь суперстали на доске, режу канат. И он режет, режет, режет и не теряет заточки, и молодец, и все такое. И что это означает? Это означает только то, что сталь твердая, заточка нормальная. Ну, сталь, грубо говоря, нож не тупится. Означает ли это, что это нож хороший? Да нисколько. Почему? Потому что, если вы возьмете какую-нибудь суперзлую столюку, там, я не знаю, на 62-63 единицах, и она у вас будет резать монотонно вот этот канат, это прекрасно. А что вы с этим ножом будете делать дальше? Он у вас буквально на первой же какой-то деревяшке, именно на строгане, на каком-то, попав на какой-то, даже не сучок норвежской березы, нет, элементарно какая-то вот песчинка там, где-то, ну, в лесу там на ветке будет, кромка, ну, какой-то вот действительно вот такой вот твердый предметик попадет, я уж не говорю там о каких-то консервных банках, у вас будет выкрашивание, будет никуда не дниться. Ну, грубо говоря, законы физики суровы. Это в общих, именно, скажем, в общем я рассуждаю, не касаемо каких-то конкретных ножей. Ну, ладно. Вот она у нас, дополнительная работенка, это у нас мяско, просто великолепнейшее, великолепнейшее, холодного копчения, просто нереально вкуснятин. И нужно его нарезать очень аккуратненько и тоненько. Даже не обязательно, чтобы были ровные ломтики, то есть можно брать чуть-чуть вот здесь по краю, главное, самое главное, чтобы это было тоненько и аккуратненько. Ну вот, получается, ну, конечно, если бы я резал кухонником с длинным клинком, вот, 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 для такого мяса вот это вот косяк. Это я, конечно, лоханулся. То было бы, было бы повеселее. Так, сейчас вот так. Вот это поднимающим углом. А под углом получается уже под углом к волокну. Это тоже не по фан-шую. Но сама по себе нарезка, если именно с точки зрения не выпендрежа по мясу, а с точки зрения именно вот теста, как такового теста, режет очень зачетно. Хорошо идет. Здесь даже черное покрытие не влияет. Запах такой, ребят, что просто сейчас будет душевность. Минимум жира, ноль углеводов, просто дофигища белка. Ну, ладно, что-то я про бумажку-то разгорячился. То есть, я с ним согласен. То есть, канат, это должно быть настолько одно из один из множества тестов, один из множества показателей, влияющих на решение о ноже, именно о ноже. Не о свойствах стали, не о том, какая заводская заточка. Нет, о ноже в целом. Потому что, ну, грубо говоря, вот я вам, может быть, сейчас покажусь совсем глупым, но для меня гораздо важнее натирает мне мозоль рукоять при очень долгой монотонной работе по дереву, по тому же какое-то строгание, я не знаю, еще что-то, ну, какая-то вот там резать, вырезать какую-то фигурку, чем насколько он потом будет резать бумажку или насколько там какие-то вот эти моменты учитываются. А проблема почему вот именно мне это не особо хочется делать именно потому, что стоит рвануть ножом после теста бумажку или, например, отрезать, ну, я не знаю, в половину меньше каната, чем какая-нибудь там действительно премиум класса сталь, то все сразу говорят нож говно, производитель мудак нас пытаются обмануть из нас делают дураков а в то же время ну, как говорится, если без дураков, во-первых, один из моментов это ценовая категория. Конечно, вам восьмерка или тривэ по-разному будут резать, никто с этим не поспорит. Цена будет кратно отличаться, скорее всего, ножей. Ну, там плюс-минус, я не знаю, может быть, я сейчас, конечно, насчет кратности погорячился, но все равно будут отличаться. И вот именно за эти бабки будет ли отличаться количество резов, а самое главное удобство использования где-то именно там, я не знаю, в диких условиях, каких угодно условиях, в городских джунглях. Вот, я боюсь, что я просто не объяснил вам. То есть, я иногда режу бумажку. Поверьте, я радуюсь, как ребенок, когда нож после теста режет бумажку. Я действительно радуюсь, потому что это именно момент такой вот, ну, развлекусь. Что мозгово? Это как вот, я не знаю, бутылки я рублю, для чего? Там мне просто сам процесс нравится, реально. Просто, ну, мне нравится, что когда-то все бабахает и разлетается, а потом еще на медленном смотришь на замедленном воспроизведении, это все так красиво, все эти капельки летят. Все. Показатель это? Да ни хера не показатель. В том-то и дело. То же самое бумага, но все равно радуюсь, когда нож действительно красиво разрезает этот лист с таким прям уверенно, без махры, без всего. так что интересно мне ваше мнение, потому что с учетом того, что вот конкретно на канале Архадыр тестируются самые разные ножи, разные формы, разные геометрии, разные величины, в разных, разумеется, сталях, и безусловно по разной цене, грубо говоря, цена варьируется от 1000 рублей до 500 с лишним евро тестовых наших ножей. Каким-то образом уравнивать это все в конце, сводить на бумажку, я считаю, неэтичным, я считаю, неправильным. Буду ли я резать бумажку? Конечно, буду. Буду ли я из этого делать какие-то выводы? К сожалению, да. То есть, я буду делать выводы, что, ну, порезал, ух, круто. А на самом деле не круто. Не круто, что я, в принципе, этому значение придаю. Ну, в общем, жду тапки. Вот такая меня сегодня красота ждет. Просто, просто класс. Ну, не облажался. Не могу сказать, что прям, вот конкретно, вот по финальному вот этому вот заданию прям молодец, такой прям удалец. Все-таки, конечно же, кухонечком это было бы гораздо чище, быстрее и все же тоньше. Но, но и не обосрался, прям скажем. То есть, не могу сказать, что, ну, я не буду говорить вам сейчас, что, ну, а что вы хотели? Это же складной нож, потому что все-таки, ну, здесь, как бы, на риска нормально получилась. Совершенно сейчас он у меня ценитель тонких ломтиков заценит, и я думаю, что вряд ли там последователь какая-то критика. Как-то у меня сегодня все... Зацените, мужики. Как-то все не по ренессансу, прям скажем. Ну, ладно. В общем и целом, нож понравился, тяжелый. то есть, вот, ну, как бы, чувствуется, что такой именно мощный. А все почему? Сейчас я скажу крамольную вещь, но я повторюсь. В последнее время я тяготею к пластикам типа ФРН. Почему? Потому что G10 – это дополнительный запас прочности, безусловно. Но это и тяжесть ножа. Но, могу отметить еще, что ухватистый. Удобно было оперировать, то есть, он действительно такой управляемый, сильно прикольный ножик. Ну, встретимся с ним на обзоре. Итак, резать бумажку или не резать, и, пожалуйста, аргументированно. Особенно те, кто поддерживает мою точку зрения. Ну, вот, моя точка зрения. Можно резать, но именно чисто ради развлекухи. Делать выводы какие-то крайне, скажем так, ну, это очень-очень такой тонкий лед, бегая по которому можно провалиться просто вот в болото какой-то вот действительно неправильности, некорректности, необъективности. Увидимся, ребята. Продолжение следует...